народ доброе утро сегодня 4 января я в путешествии как и обещал поедем куда-то еще лето в ориентине 4 января смотрите я на дороге это дорога номер 7 называется мы за луханом то есть отсюда где-то уже ну за сто с лишним километров от буэнос-айроса я еду с ником он там ходит пошел и поедем мы пока что сторону предварительно но еще пока мы едем таков сторону санта-фе должны пересечь ну не всю прям провинцию на кусочек провинции санта-фе потом остановиться в провинции кордова а потом поедем дальше идея есть горы остановились заправиться вы знаете наши новые цены они взлетели как в европе если в начале месяца ездил на море заправлялся по 400 песо за литр бензина который мне нужен назад мы возвращались с океана и заправлялись по 800 теперь я сюда ехал по 950 заправлялся и сейчас заправлялся уже по тысяче за литр бензина то есть зарплата еще не выросла такие разы вообще никак не выросла ну а бензин вот так вот нахожусь на дороге рута националь национальная дорога 7 километр 275 от буэнос-айроса проехал городок хунин что хотел сказать проехал рио-соляда рио-соляда это речка соленая широкая где мы карпа уловим в этих краях это выше от того места где мы ловим высохшие как ручей тока а вот здесь большое большое озеро было и он там где домик стоит такой там типа пляжика все высохшие вообще две лужи две лужи жарище уже капитальные мы дальше едем сегодня не поедем то место куда мы хотели прямо доехать 1200 километров ну принципе я мог проехать спокойно но мы решили так как мы в отпуске просто не спешить просто тупо понаслаждаться отпуском так что проедем это 500 с лишним и остановимся в провинции кордова там озеро я там видел на карте я уже вот в этих местах никогда не был в эту сторону не ездил там переночуем попробуем поребать еще нибудь и дальше поедем дорога пока вот такая до этого была двойная скоростная сейчас после хунина вот такая 110 и вперед так что проезжали вот там озеро большущие большущие с двух сторон пока по карте и по gps мы должны были по центру озера дорога проходить справа слева пустота было все высохшие и жарящие ребята очень хорошие смотрите кукуруза еще не созрела подсолнухи уже вот такая дорога продолжается мы уже находимся в провинции санта-фе еще километров 80 провинции санта-фе превратиться в провинции кордова а потом дальше сан-луис а дальше мендоса находимся в кордове и пф заехали потому что хочу бак держать полным и правильно хочу потому что вообще нет бензина прикидывайте даже и по тысяче но у меня еще только 2 рисочки отошло я заправлялся на прошлом пф и до салуса дотяну там я думаю у столица все-таки провинции на и наверно там будет какая дорога уже почти 500 километров проехали и в основном это одно поле 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 тут уже просто поле это маленький такой поселок или городок ну поселок скажем так генераль лаважи кордова провинция смотрите во-первых заправить на заправке и пф во вторых заправщик рассказал что говорит здесь насчет безопасности можете вообще не переживать сами можете оставить открытую машину никто ничего не возьмет тут говорит это вообще не принято второе вот это озеро вокруг него сейчас можно объехать здесь и купаться можно и сказали можно рыбачить и можно ставить палатки видите вот зона палаток вон там есть париже то есть мангалы и по моему даже есть одна семья которая тут тоже как кемпинг держит то есть вот здесь можно просто установить палатку переночевать покупаться отдохнуть и поехать дальше даже порыбачить сказали что здесь купальщики а вот там после этого домика можно уже этот самый оля чикос и кому-то обойна кому-то вода температура война и хлопцы купается и вот оттуда от того домика и дальше можно уже ну как бы это самый стоит палатки чтобы переночевать вот такой кампинг мы нашли это недорогой где-то по полторы тысячи человека пройдет девушка потом возьмет денежки можно заезжать когда вы путешествуете и здесь смотрите можете купаться есть мангалы вот такие в принципе мультипами скажем так кампинг там есть душ и туалет и вот так люди про которые уезжают и там один живет прямо здесь и продает всякие типа лед дрова одним словом печеньки всякие все такое вот так вот отдыхает мы решили вот здесь остановиться прямо около вот так вот вот около озера потому что тут столб где будет свет и есть розетка я удлинитель а здесь на траве мы проложим себе этот самый мы поставим маленькую палатку потом будем готовить сейчас просто кусочек колбасы сухарики смотрите сок кофе которая осталась и палатку установили чтоб поспать там один матрас на дуле пока на одну ночь хватит хочу все сегодня отдыхаем 550 километров проехали ну а завтра будет завтра завтра поедем дальше ребята уже стемнело заката дуренный смотрите он там закат мы тут приготовились немножко вот таким макару смотрите вот у меня там вот это на машине это свет специальный здесь у меня специальный шеф-повар я с тобой специально шеф-повара вожу вот шеф-повар скажите что вы сегодня готовите еду еду теперь мишель ну очень быстро приготовление здесь у меня для поплавков бы не зарядил не приготовился заряжается батарейка для поплавков что-то где-то жужжит тут у меня хиробуна стоит и уже одного карпа и вытащил цвет смотрите наш какой вот такой вот смотрите это это 25 процентов это мы ждем когда будет вот это самое ну-ка поймаю карпа еще одного чтобы освещать так что все тут соседних так уже сейчас не видно удочку прошлую удочку знаете как было хорошо шею привязываю он а то карпу тащил удочку одним словом я тут пока ходил он клюнул и потащил я потом пришлось за шнурок вытаскивать потом карпа уже за удочкой такие вот дела я тебе говорила, что я был без пилы, поэтому я не пищал теперь, когда мы пищем пилы, она начинает и твоя линия и т.к. ВОЛА! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok